всем доброго времени суток дмитрий канал канадские реалии сегодняшнем видео я хочу поговорить о том можно ли приехать в канаду без денег без денег в канаде не очень хорошо не очень приятно как вы можете себе представить но вот если говорить самого начала те люди которые приезжают из украины сюда и у них нет денег что им делать во первых правительство канады позаботилась о том что можно приехать в канаду не оплачивая визу можно долго ругать эту программу quiet который о которой я сейчас говорю и много минусов конечно этой программы но в принципе если у вас нет денег вы можете приехать в канаду вам нужно будет найти деньги на билет раньше были бесплатные рейсы в канаду но сейчас по моему уже таких рейсов не существует поэтому вот эти деньги там полторы две тысячи долларов на человека вам нужно будет найти но скажем вот эти деньги вы нашли а больше денег у вас нет что вам делать как я уже и сказал виза будет бесплатно но что будет происходить дальше скажем вы прилетели в канаду дальше что правительство канады выдаст вам определенную сумму денег которые вам может хватить на первое время а сейчас это три тысячи долларов на взрослого полторы тысячи долларов на ребенка и вы можете подумать и сказать ну хорошие деньги там на семью можно получить спокойно там 7 8 тысяч долларов это отлично но давайте разбираться дальше первое это где вы будете жить я бы сказал многое зависит от того в какую провинцию вы приезжаете без денег или почти без денег я не советую ехать в провинции онтарио и британская колумбия и это несмотря на то что я живу в провинции онтарио обычно каждый кулик свое болото хвалит и почему я говорю об этом все касается конечно же жилья потому что в этих провинциях вы будете отдавать намного больше денег за аренду жилья в два раза больше если вы живете там в торонто или ванкувере например то может быть даже и выше чем в тех провинциях которых дешевле намного дешевле жилье а это атлантический и северной провинции канады поэтому если у вас ограниченный бюджет смотрите в сторону провинции манитоба например в сторону провинции альберта в сторону провинции новая шотландия и вот все что рядом огромное количество канадцев жертвует своим комфортом жертвует деньгами жертвует жил площадью я бы сказал чтобы помочь приехавшим из украины беженцам и я вижу что и здесь вот среди моих знакомых также есть такие люди которые согласны приютить у себя таких людей и ну в принципе есть группы на фейсбуке которые можете зайти и спросить если там какие-то возможности по бесплатному жилью но как вы понимаете не всем удается найти такое бесплатное жилье ну просто потому что беженцев слишком много иммигрантов слишком много приезжают сюда а недвижимость и аренда недвижимости стоит довольно больших денег тем более сейчас рассчитывать на бесплатное жилье я бы сказал очень тяжело не просто но если у вас нет денег у вас нет выбора и вы задались такой целью найти бесплатное жилье то изучайте смотрите заходите на фейсбук группы на фейсбуке смотрите кто вам может помочь если вы не нашли бесплатное жилье не стоит отчаиваться здесь я бы посоветовал по приезду сразу же найти работу и я советую найти работу не не официальную а официальную то есть чтобы вам работодатель официально платил зарплату и я объясню почему дело в том что если у вас нет бесплатного жилья то вам нужно снимать жилье а чтобы арендовать жилье любой арендодатель сейчас хочет видеть что вы работаете то есть у вас есть официальная работа у вас есть поиста бы то что называется здесь у вас есть employment letter то есть письмо от работодателя все эти вещи работодатель хочет видеть и все эти вещи у вас могут быть только если вы нашли официальную работу вот например сейчас приехала пара и у них есть официальная работа им удалось найти работу находясь вне канады и человек программист айти и даже работодатель этому человеку он ему предоставил первый месяц бесплатного жилья вот такой вариант конечно был бы просто отличным для вас если вы специалист какой-то своей сфере вы можете попробовать найти работу удаленно и может быть даже работодатель сможет вам представить бесплатное жилье вот таким вот образом ну вот сейчас первый месяц подходит концу мы скорее всего найдем довольно быстро этой паре жилье ну потому что человек в сфере айти и зарабатывает там 100000 плюс очень хорошая профессия если у вас не такая хорошая профессия и высокооплачиваемая то я бы посоветовал найти работу официально какие работы здесь мне приходят на ум ну мне приходит на ум конечно же стройка мне приходит на ум конечно же moving то есть перевозки мне приходит на ум конечно же ну для женщин например уборка какие-то отели все эти профессии все эти работы можно найти официально и работодатель будет вам официально платить зарплату также кстати трак драйвер в принципе неплохо но там на старт нужно иметь какие-то там 10 тысяч долларов по последним данным как я слышал на обучение но опять же мы говорим о тех людях у которых нет этих денег поэтому этот вариант к сожалению отпадает если говорить о работе то очень важно понимать и очень важно учитывать знаете ли вы английский язык или вы его не знаете ли вы его плохо знаете огромная разница вы даже не представляете себе насколько огромная разница между теми людьми которые знают язык или знает его хорошо или людьми которые вообще не знает его или знают его плохо если вы плохо говорите на английском языке то ну трудности здесь будут во всем начиная от того как вы сможете насколько легко и быстро вы сможете найти жилье себе в аренду и заканчивая действительно а поиском работы и на какой работе вы сможете работать и как вы сможете работать какие задания вы будете выполнять и какую зарплату вы будете получать без знания английского языка то что вы сможете делать на то что вам придется рассчитывать это survival job то есть работа на выживание тяжелый физический труд работа руками этому то что вы сможете рассчитывать и довольно тяжело людям которые там скажем были врачами юристами медбратьями медсестрами стране исхода и здесь в канаде работать на таких работах ну и морально тяжело и физически люди просто не привыкли поэтому к этому тоже нужно быть готовым если вы не знаете вообще английский язык то вам придется устраиваться на работу к мигрантам то есть их тем людям которые говорят с вами на том же самом языке то есть какой здесь еще минус да это легче устроиться на работу легче понимать легче там скажем наладить какие-то связи по работе будет легче но скорее всего это будет неофициальная работа таким образом вы значительно сужаете свой круг поиска и шансы найти хорошую высокооплачиваемую работу то есть одной стороны это хорошо но с другой стороны как я уже объяснил это вам не очень хорошо почему потому что арендодатели именно хотят видеть что вы работаете на официальных работах вам нужно будет предоставить вот эти все документы о которых я и говорил поэтому если вы работаете на неофициальной работе у вас не будет этих документов и у вас будут определенные проблемы с поиском аренды жилья если у вас этот вопрос закрыт вам есть где жить все нормально в этом плане то в принципе окей но надо думать о том что все равно вам придется на каком-то этапе учить английский язык если скажем вы начинаете работать на вот такой вот survival job то потом очень тяжело переключиться на другую какую-то работу тяжело выучить английский язык потому что ну вы все время работаете от зари до зари там с 8 до 5 в общем вы заняты вы заняты на работе и у вас нет времени учить английский язык как искать первую работу в канаде я снимал ролик про это оставлю ссылку в описании также в углу этого ролика и так скажем вам удалось найти какое-то жилье для себя бесплатное или платное вам удалось найти официальную работу что еще вам нужно будет чтобы как-то адаптироваться в канаде и ну выжить скажем так в канаде есть foodbank продовольственные банки в которую можете обратиться и прийти в этих банках выдают бесплатно продукты продукты питания также существует сбор средств люди собирают там на какие-то предметы первой необходимости вы можете также зайти на гугл посмотреть где вот эти благотворительные организации находятся и что там можно получить принципе бесплатно взять какие-то вещи которые вам нужны то есть это тоже все имеет место быть также есть центры для бесплатной помощи иммигрантам и беженцам из украины тоже посмотрите на гугле где находится эти центры и все что связано там скажем с получением sin numbers и номера все что связано с с правами и ну бумажной работой во всех этих вопросах могут помочь вам и все это будет для вас бесплатно кстати если вы обращаетесь к риэлтору вам нужна помощь в аренде недвижимости то это также будет для вас бесплатно потому что услуги риэлтора оплачивает арендодатель то есть за это тоже не нужно беспокоиться вам вообще здесь очень важно также сказать о психологической составляющей если вы верите что у вас все получится и если вы сохраняете позитивный настрой то у вас действительно все получится и перед вами будут раздвигаться стены очень очень важно чтобы вы именно были позитивно настроены чтобы не стеснялись как-то ну и также не наглели потому что в канаде не любят наглых это я вам говорю и ответственно заявляю но если вы действительно по-человечески просите помощи если у вас какая-то ситуация ну вы действительно приехали без денег что вам делать и вы обращаетесь канадцам ну или к любому другому человеку неважно канадец коренной или мигрант очень огромное количество людей здесь готовы помочь и у вас все получится друзья если вам было интересно оставлять и ваш лайк я увижу вас очень скоро с уважением дмитрий скоро увидимся